Здравствуйте! Привет! А что это вы рано сегодня так? Не время отдыхать. Бывают дни, от которых зависит вся дальнейшая жизнь. И завтра как раз такой. Что с программой? Все норм. Почти готово. Сейчас доделаю последние штрихи. И я только хотел уточнить насчет этого. Понял, понял. Доделываю программу. Сохраненную флешку оставишь на столе. Отнесу в техподдержку на экспертизу. Если все норм, кроме денег, беру в разработчики. Официально. Договорились? Паш, все сделаю, как обещал. Главное, сосредоточься и чтоб без косяков. Можете не сомневаться. Класс. Ну, Тамарка дает. Решил тебя так из игры выключить, да? Хитро. Ладно, ладно. С Тамаркой это я решу. Ты скажи, удалось что-нибудь накопать на Морина? Мелкий проходимец. Дилетант. Одно любопытно. Любят Никита женщин. И чем меньше на них одежды, тем больше любят. Как это? Ну, так. Короче, часто тусит в стрепухе. Почему в стрепухе? Там что, пироги стряпают? Стрепуха – это стриптиз Клопа Витяна. Да ладно. А я все Катьке расскажу. Угу. Так она тебе и поверит. Если я добуду реальные доказательства, поверь. Но я не могу допустить, чтоб этот нехороший человек на Катьке женился. Слушай, Домбай, сходи в эту стрепуху, а? Ты сдурел? У меня свадьба скоро. А если кто увидит? Ну, мне тоже туда идти не с руки. Я даже себе там представить не могу. Ладно. Я что-нибудь придумаю. А ты чего так рано? Да меня мои сожители разбудили. Тебя разбудили, а сами не пришли. Интересно. Ну, у Павлика какие-то свои дела. Он нас в них больше не посвящает. Один все утро болтал с каким-то итальянцем, а с этим… Марио. И хвасталась, что будет завтракать в каком-то крутом ресторанчике. В смысле? Как? Ну, а чего ты удивляешься? Джоня, ну, если у вас один раз что-то было, это еще ничего не значит. Чего ты свечку держал, что ли, а? Заткнись и работай. Пузырь мыльный, блин. Дэн, привет. Слушай, у меня вопрос к тебе. А чего не видно, что я спешу? Да я быстро. Ну, слушай, ты же в девушках шаришь, ну, разбираешься, что как. Что нужно сделать, чтобы сто процентов замутить? Все они меркантильные, все до одной. Айфон ей последний купи и будь ей счастье. Шмотки все нормальные купи. А нормальные-то какие? Можно? Доброе утро, Виктор Петрович. А Екатерина Викторовна где? А кулик сегодня не будет. Ну, ладно. Я тогда потом. Подождите. Ну, куда же вы? На время отсутствия Екатерины Викторовны ее обязанности ложатся на вас. Ну, ладно. А что с Екатериной Викторовной? Она мне не докладывает. Хорошего дня, Виктор Петрович. Да. Всего хорошего. Ростик, привет. Алло, деда. Привет. Ты в школе? А мама где? Сейчас перемена. А мама больничные дела. Сказала, что хочет отдохнуть. А. Все. Информацию принял. Учи, студент. Стой, деда. Подожди. У меня проблема одна. Меня побить хотят. Кто? Это новенький наш. Женя Титов. Он теперь самый сильный и самый глупый. Мне Алиса фотку прислала. Он телефон выпрутил. И начал над ней смеяться. Я толкнул его. Он сказал, что после школы мне копят. Значит так. Без меня и школы не ногой. Не переживай. Решим эту проблему. Я кубер. Я кубер. Я кубер. Я штук! Я кубер. Я кубер. Я кубер. Я кубер. Он находится. Абону. Виктор. Сыночный. Его пролетит. Готово. Только кубер. Кубер запах. З�로! Звучит. Ден, ты чё? Денис, нет,DIZ, нет, 2003, storia yaosh noosh. Тем не можем у меня денег не было, решил под него подстрелить? Ой, я извиняюсь. А что здесь происходит? Мам, знакомься. Это мой парень Денис, видимо бывший. А это моя мама, которую пригласила познакомиться с Марио. а это да извините чо мальта печера джулия марио мульта печер я прыгал такому да ладно ребята сейчас мы объясним марио что горячий мужчина есть не только в италии и он уверенно поймет еще раз так не подумаешь я тебе уши оторву понял павлик че делаешь я сам анатолий давай потом я занят анатолий давай потом я занят паш ну я тебя чем-то обидел что ли ну ты скажи хочешь не буду я больше жрать твои хлопья на завтра блин толь я не обиджен все в порядке я просто занят правда ну давай хоть сегодня вечером посмотрим как спириты всех нагибают на мажоре ну толь ты прости меня пожалуйста я правда не могу не дела я правда занят правда извини не могу да 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 проходите я из техподдержки по поводу теста программы морин солюшин ну никиты морина да морина и что там работает без нареканий с уверенностью можно сказать что на презентацию ее примут а вот скажите как вы думаете они могут ее там послать на доработку обижаете мы свое дело знаем все будет хорошо не переживайте и мне нужна будет ваша подпись как руководителя поз что все в норме давайте вы мне оставите документы и флешку я еще раз посмотрю все внимательно и подпишу хорошо всего хорошего спасибо все хорошо ну как что вы хотите об этом услышать я ничего не знаю паш ты же спец я хочу от тебя услышать если в этой программе какие-нибудь косяки недоработки которые техподдержка могла пропустить а в этом смысле нет никаких косяков не будет это плохо а если я тебе сильно попрошу сможешь до чего не докопаться виктор петрович странно у вас просьбы какие-то не хочешь мне помочь иди я какого-нибудь другого спеца найду шуруй шуруй виктор петрович я вам признаться хочу это я ее сделал ты ешкин кот пашка ты чего наделал ну понимаете морин пообещал мне что мне в официальные разработчики позовет и я хотел и денег подзаработать и родителям доказать что я действительно могу приносить людям пользу понимаете виктор петрович не выдавайте меня иначе мне хана единственно так же это значит личный строк у вас в киеве любовь вот самая людей Не трачу. Спасибо. Иди, иди. Здравствуйте. Добрый день. Вот это офис, я понимаю, твое министерство позавидует. Сколько же здесь квадратов? Да не в квадратах, к счастью. Вик, меня нет. Пойдем. Хорошо. Пойдем. Сюда, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Присаживайся. Никита, я чего хочу тебя попросить, пожалуйста, сделай так, чтобы Катя на меня не обижалась, а? Чтобы она не злилась на меня. Тамара Николаевна, я, конечно, могу попробовать, но вы же ее знаете. Я ее знаю, поэтому тебя и прошу. А я в долгу не останусь. Женились бы поскорее, я б тебя к себе забрала. Тамара Николаевна, вы же знаете, я всего сам добиваюсь. Добиваюсь. Да, я знаю, я очень оценю. Ну, от помощи зачем отказываться? Ну, я в первую очередь тякать и думаю. Прости. Как скажете. Разрешите? Добрый день, извините, а вы кто? Как? Дедушку кандидата в юношескую сборную по дзюдо надо знать в лицо. Разрешите, я его заберу на отборочный турнир? Дедушка, кого? Кто у нас тут дзюдоист? Как? Ростислав Кулик? Ну, конечно, забирайте. Ростик, ну чего ты скромничаешь-то? О своих успехах не рассказываешь. Ростик, толпы дзюдо не прокатят. Они же дзюдо настоящие, они такие скромные. Никита! Не надо, Ростик, не отвлекайся. У нас еще соревнования. А вам, молодой человек, я хочу сказать вот что. Вы сейчас поступили не по-мужски. Из-под тишка нападают только кто? Правильно, додики. Ну, мы пойдем, не будем вам мешать. До свидания. А мы, ребята, продолжаем наш урок. Зачем вы сюда приехали? Вы же вроде решили все. Вперед, смелее. Этот дед за тебя решил. Спасибо. И вообще, я же тебе не телефон, я не смогу быть с тобой рядом. Ты, мужчина, должен уметь за себя постоять. За себя, за Алису, за маму. А за бабушку? За бабушку тоже. Но бабушка у тебя сама боевая. У нее свое кунг-фу. Здравствуйте, Виктор Петрович. Привет, Андрей. Это и есть наш будущий чемпион? Да. Привет, Ростислав. Здравствуйте. Пойдем. Сегодня твое первое занятие. Вперед. Из песни. Из песни. Эй, бедолага. Бургерная за углом. Не понял. Ты заведение перепутал. Тебе другие булочки явно больше нравятся. Вообще-то, у меня сюда только что лучше, друг, пошел. А я все деньги в крипту вложил. А здесь, так, для души работаю. Вали отсюда по-хорошему. Здравствуйте. Здравствуйте. Украинский бульвар, дом 7? Да. Хорошо. Подожди. Можем еще немного постоять, да? Любой каприз за ваши деньги, но ожидание капает. Хорошо. Звонок от абонента Домбай. Соединить? Соедини, Василис. Домбай, я тебя слушаю внимательно. Вить, мне тут птички напели, что Морин твой опять в клубе по интересам. Ух ты. Спасибо, Домбай. С меня прочитается. Ты давай дуй туда и лови его на месте измены за место измены. Адрес сейчас скину. Слушай, Домбай, а может ты сам? Да не могу я туда, Вить. Это у меня сейчас встреча важная. Отправь кого-нибудь из молодых своих. Все, давай, пока. Слушай, Василис, а соедини меня, пожалуйста, с абонентом Денис Романов. Хотя нет, не надо, не надо. Василис, я сам. Иди, иди погуляй. Рано тебе еще такое слушать. Денис, это Молодцов. Не разбудил? Слушай, Денис, ты мне когда-то говорил, что ты мой должник. Так вот, у меня к тебе будет такая, ну, нестандартная просьба. Извините, я человека ищу девушку, ее Элла зовут. Не знаете? Спасибо. Ты? Ты что тут делаешь? Слушай, привет. Я сейчас сам не знаю, что я здесь делаю. В общем, это тебе. Просто понимаешь, ты мне, ну, когда мы увиделись там, ты мне как бы понравилась, ну, не как бы, а действительно понравилась. Тише, тише, Куртик. Расслабься. На, выпей. Давай-давай. Для храбрости. Ну? А ты это тоже, да? Танцуешь? Я тут администратором подрабатываю. Ха. Тогда хорошо. А может, мы, слушай, поужинаем где-нибудь, когда-нибудь или... Я тебе могу, хорошо. Извини, котик. Там одному человеку очень нужен администратор. Спасибо за подарок. Ты замечательный. Увидимся. Семьсот рублей. Сколько? Семьсот. Коль, только давай так договоримся. Если ты по просьбе Вити здесь находишься, то, пожалуйста, даже не начинай. Давай так, встретились, друзья, давно не виделись. Поужинали и разбежались. Нет, это чисто моя инициатива. Угу. Просто я... Я вижу, как он переживает. Ай-яй-яй-яй-яй. Рыбка, потом. Переживает, правда. Это вот Москва так на него действует. Знаешь, где ему счастье будет? Зауральски. Том, зря ты так. Он там, между прочим, не последний человек. Работал в администрации. Его весь город знает и любит. Как тебя увидел и узнал, что, возможно, у него есть дочь, одним днем собрал чемодан и приехал. Молодец. Молодец. Только опоздал. Лет на сорок. Том, сейчас двадцати-тридцатилетний. Не готов ничего в жизни менять. Ровно на попе сидят. Молодцов, между прочим, шестьдесят. Вот он в технологиях ведь не бум-бум. Посмотри, не испугался. Даже в Минцифу пошел. Но этот проект с Зауральском, это, конечно, не по-человечески как-то. Нет, я понимаю, ты… Ты злишься на него? Нет, что ты… Я правда не злюсь. Я злилась давно. Сейчас не злюсь. Ты знаешь, как я его любила? Ты знаешь, как я его ждала? Каждую секундочку ждала. Я думала, я от Дарьи не отходила. Думала, вот-вот зайдет. Своими глазками посмотрит, своей вот этой вот дирменной улыбочкой. Улыбнется. Он даже не искал, так сказать. Все это время даже не искал меня. Злиться я начала. Позже, когда он гулял, как родители мне сказали, и общаться со мной перестали. Вот тогда я стала злиться. И в девяностые, когда с Катькой по утрам, зимой, через пол Москвы, на общественном транспорте, в бассейн ездила, там английский начался, тоже злилась, а потом отпустила. Прости, ждусь. Тома, пойми, эти трудности сделали тебя такой, какая ты есть сейчас. Что мне теперь ему спасибо сказать? Ты понимаешь, что мы уже не молоды? Ты понимаешь? Ну, что делать? И слишком рано может стать слишком поздно. И уже никто не скажет. И никто не услышит. Какое важное и нужное. Прощаю. Я его давно простила. Я просто сейчас Катьку от него оберегаюся. Разные ситуации бывают. Я вот сам четыре раза разводился. Но папой быть не перестал своим детям. И не перестану. Ни через десять, ни через сорок лет. Потому что мы родные, близкие люди, понимаешь? Мы нужны друг другу. Тем более, Катя, Катя же в курсе. Назад не отмотаешь. Но уедет Витя. Но она всегда будет знать, что где-то у нее есть папа. А у Ростика дедушка. Да, не идеальный, нет. Но добрый. И любящий ее. Тома, самое важное и ценное в жизни человека – это семья. И у каждой семьи своя история. Да, у вас она такая, непростая. Значит, судьба так распорядилась. И сейчас в твоих силах сделать эту историю счастливой. Ну что, едем? Или еще стоим? Еще бы стоим немного. А то тут прилично набежало. Блин, Дэн здесь. Ладно, поехали. Какими судьбами? Я тут просто мим проходил. Ну, место смотрю интересное. Может, перекусить даже, быть, ему что-то. А ты что-то делаешь? Я? Да. Если честно, меня Молодцов сюда вместо себя прислал. А, смешно. Ну, если не хочешь, можешь не говорить. Ладно, давай. Если что, там за углом бургерная неплохая. Я с тобой. Сам как-нибудь справлюсь. Я с тобой сам как-нибудь справлюсь. Что случилось? Да, он еще здесь, с девушкой. Скорее всего, надолго. Я понял, Денис. Я понял тебя. Спасибо. Спасибо большое. О том, что видел меня здесь, никому. Понял? Ты тоже. Что же делать? Что же делать? Что же делать? Ну же, Василиса, у меня, кажется, есть план. А ну-ка, соедини меня с Тамарой Николаевной Кулик. Соединяю. Молодцов. А у нас в Москве, прежде чем так вот поздно позвонить, пишут смс-очку. Ну, просят разрешение. Можно позвонить или нет? Я понимаю, Томочка, понимаю. Прости за столь поздний звонок, но у меня к тебе очень важное дело. Нам надо встретиться срочно. Это касается нашей семьи. Я понимаю, я понимаю, Тома, что ты хочешь, чтоб я исчез, чтоб я уехал, но я не уеду. Я не уеду, Тамара. Вот пока мы не встретимся и не поговорим. Это что, ультиматум? Нет, я бы никогда, Тома, я бы никогда, поверь, ну никогда бы себе не позволил, но обстоятельства складываются таким образом, что да, это ультиматум. Ну, молодцов-молодцов. Чего не сделаешь в этой семье. Хорошо. Запишу еще один испорченный вечер в твою пользу. Я тебе сейчас адрес скину. Вот сейчас только разберусь как и скину, хорошо? Дин! Дина! Я тут. Дин, займи мне, пожалуйста, три тысячи рублей, мне надо расплатиться таксистом. Сколько? Ты что, из Тула ехал? Блин, я тебе потом все объясню. У меня и так твой дружок уже сотку взял. Павлика займи. Да я бы с удовольствием, просто Павлик, ты сейчас в стрип-клубе со своими новыми друзьями. Толя, у тебя там все нормально? Ты что, выпил что ли? Какой стрип-клуб? Какие друзья у Павлика? Самый настоящий стрип-клуб с самыми настоящими Мориным и Денисом. Каким Денисом? Ага, я понимаю, что ты знаешь много Денисов, но в данный момент он с нашим Деном. Так, с этого момента поподробнее. А вот это, Диночка, уже платная информация, которая стоит ровно три тысячи рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи-то. Спасибо, что приехала. Ох ты. Вот она какая, ночка добрая. Так, рассказывай, почему так срочно, почему именно в этом месте? Хорошо, только ты дослушай. Ладно. Ну, раз приехала, то дослушаю. Дело в том, что вскрылись неприятные обстоятельства для нашей семьи. Секундочку, что значит наша семья? Ну, до конца дослушай. Ну, я слушаю. Вот в этом сомнительном заведении прямо сейчас Никита Мурин изменяет Екатерине Кулине. СМЕХ Вот это бред. Этого не может быть. Может быть, потому что я Никиту знаю и очень долгое время. Он на такую не способен. Ну, Том. Что? Тамара Викторовна. Чего? Смотри. А? Кто теперь Морина знает лучше? Тома. Никогда не думала. Тома, 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 Тома. Я снимаю, Том. Я снимаю. Я снимаю, снимаю. Снимаешь? Точно? 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 Все, Том, я все снял. Смотри. Тома, 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 Тома. Что ты снял? Вот. Снимаешь? Снял. Где? Ну... И что тут делаешь со мной? Ёшкин кот, а? Ну, это я просто... Не, ну, я нажимал. Да. Я же нажимал. Этот человек в Минцифре работает. Нажимал. Нажимал. Сомнево gerade. 8, 0. Нажимал. Р central психиг, но она повернусь. Нажимал. Едем я се пошла. Оставу вам только туда. Хас помните.